Доброго времени и суток, уважаемые братья и сестры! Мы с вами продолжаем изучение текста Священного Писания. И сейчас мы подошли к с вами 1 Тимофею, 3 глава с 1 по 7 стихи. Давайте мы с вами прочитаем этот текст в переводе российского библейского... Сначала в переводе синодальном, а потом в переводе российского библейского общества. Верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть не порочен, одной жены муж, трезв, целомудренен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не вийца, не сварлив, не користолюбив, но тих, миролюбив, не серебролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих послушание со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли заботиться о Церкви Божьей? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордиться и не попасть в осуждение с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. Перевод российского библейского общества. Верно говорится, если кто стремится к руководству, то желание его похвально. Итак, руководителем Церкви должен быть человек безупречной жизни, женатый не более одного раза, трезвомыслящий, рассудительный, степенный, гостеприимный, способный учить, не пьяница, не дрочун, умеющий выводить собой, мягкий, незадиристый, непадкий до денег. Человек, способный хорошо управлять своим домом, отец послушных и достойных детей. Ведь если кто не может управиться собственными домочадствами, сумеет ли он позаботиться о Церкви Бога? Он не должен быть из новообращенных, не то раздуется от важности и навлечет на себя ту же кару, что и дьявол. Нужно, чтобы и вне Церкви у него была добрая слава, не то пойдут пересуды, и он угодит в дьявольскую сеть. Боже Небесный, благослови нас, Господь, увидеть все истины этого текста, пусть они влияют на нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Конечно же, мы с вами понимаем, что тема этого текста о том, каким должен быть пастор. И в главной мысли апостола Павел выдает Тимофею требования к пасторскому служению. Нет иерархии епископа-пастор, по крайней мере, ее нет в Новом Завете. Сегодня, конечно же, многие конфессии, динаминации выстроили некую вертикаль власти для удобства. Это не отменяет, что этого не должно быть или должно быть как-то по-другому. В каждом братстве так и есть, как оно сложилось. Но на тот момент, на момент написания этого текста, этих градаций не было. И епископ, епископа, это та же функция у него была, что и у пастора. То есть апостол Павел называет одну и ту же функциональную обязанность под разными словами. Слово пастор – человек, который пасет стадо. Слово епископ – это человек, который надзирает со стадом, надзирательствующий. Но, однако, и то, и другое должно быть в пасторском служении. Апостол Павел дает требования к пасторскому служению. Это и есть главная мысль. Текст простой. В первом стихе апостол Павел говорит, что желание иметь пасторское служение или быть на руководстве в церкви – это хорошее, доброе желание. И вот есть требования к пастору. Какое должен быть? Он должен быть трезвомыслящим, рассудительным, степенным. Каким он не должен быть? И, я перечисляюсь, не пьяница, не драчун, умеющий вводить с собой, не задиристый, не падки до денег. Не из новообращенных, но, что же самое время, с добрым свидетельством от неверующих. Здесь очень важно понимать два таких аспекта. Во-первых, если вы не пастор, то это не текст для того, чтобы вам судить критерии пасторства. Потому что этот текст дан Тимофею пастору, от пастора к пастору, для пасторов. Но в то же самое время, если вы не пастор, этот текст является вашим критерием, как вам судить себя. То есть, это не говорит о том, что если вы не пастор, то вам позволительно, ну что там, пьянствовать. Ну, вы же не пастор. Или там, жену гонять, избивать ее. Ну, вы же не пастор, а всего лишь верующий человек нет. Так вот, как раз, вот эта вот вершина процесса нашего освящения, это как раз иметь все вот эти требования к себе. Заметьте, что здесь апостол Павел не говорит Тимофею, что ты должен воспитать пасторов, и пасторы должны быть вот такие. Критерии просто даны, как, знаете, когда человек устраивается на работу, и вот у него есть вот эти критерии. Второй момент, здесь есть некоторая уникальная такая вещь, чего нет в послании к Титу. Здесь речь идет о новообращенном. То есть, не должен быть из новообращенным. В требовании в послании к Титу нету, не сказано об этом. Почему? Потому что в послании к Титу там были критяне, и критяне были людьми ленивыми. Они были способными, но были людьми ленивыми. Так вот, Тит должен был поставить, то есть сказать, вот ты, ты и ты должен быть пастор, потому что вы на самом деле соответствуете. Но проблема в том, что они вроде бы были способны к этому, но заниматься этим не хотели. Бывает и сегодня в цирках такая ситуация. Есть способные братья, но заниматься пасовским служением просто не хотят, потому что. И у них есть, как им кажется, объективные причины. Здесь же другая ситуация. Здесь все подряд хотели стать пасторами, даже и новообращенные. Вот он только пришел и веровал, хочу быть пастором. И такая ситуация в церквях тоже есть. Так вот, если у Титов, послание к Титу, это был некий мотивирующий момент, то здесь послание к Тимофею это некий фильтрующий момент, да, или останавливающий чрезмерно усердных. И ведь вы помните, что когда апостол Иоанн будет писать свое откровение, то претензия, одна из претензий к Ефесской церкви была в том, что они ревностные к делам. Ну вот любовь там они потеряли, да, они все делают, но любовь потеряли. Так вот, уважаемые братья и сестры, да, здесь вот есть вот этот некий фильтр, да, и в то же самое время, да, кто хорошо трудится, тот получит великую награду. Об этом также скажет апостол Павел. Тимофей должен был увидеть, насколько важно быть пастором, но при этом понять и осознать, что одного желания для этого недостаточно, хотя желание доброе. Поэтому Павел дает ему эти требования к пасторскому служению. Вот каким должен быть пастор. Как же этот текст указывает на Иисуса Христа? Христос поставил пасторов и служителей. Так написано в послании к Ефесянам. В то же самое время Христос дает возможность вот этого выбора. Тимофей, Тимофей выбирает, да, Павел, Тимофей и другие служители, и сегодня также выбирается, да, пастор, и в то же время мы понимаем, что Бог ставит. А Христос искупил этих людей и меняет их, преобразовывая их в образ Христа. И сам Христос является добрым пастором. Сердце Божье. Бог желает, чтобы в церкви все трудились, имея искупление, да, поэтому Бог дает вот эту возможность служить в церкви для него. И сегодня, братья и сестры, то же самое. Не судите своих пасторов строго. Помните, что это критерий, да, не для того, чтобы рядовольщик в церкви осуждал своего пастора, а для того, чтобы вот увидеть, способен ли человек стать пастором. Или же все-таки ему нужно подождать немножко, да, чтобы благодать еще больше поработала с его сердцем, изменяя его сердце, преобразовывая его в образ Христа. Помолимся. Боже Небесный, благослови Господь нас, вот, любить Тебя. Для пасторов быть добрыми пасторами, соответствую всем этим требованиям. Рядовых членов церкви, прихожан стремиться к тому, чтобы стать священниками и служителями для служения пастором. Мы все священники перед Тобой, но Господь благослови нас, вот, стремиться и к пасторскому служению, потому что это тоже важный дар и важная привилегия для тела Твоего, благословивая Иисуса Христа. Аминь.